Добрый день! 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 России, Франции и Соединенными Штатами. Разумеется, мы подробно говорили по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, у нас очень интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Несмотря на эпидемиологические ограничения, активно продолжает сотрудничество по линии министерств и ведомств, включая сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьеры, которые возглавляют эту комиссию, находятся в постоянном контакте и на повестке дня проведения очередного полноценного заседания межправкомиссии, равно как и проведения межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, как только позволят ситуации с коронавирусной инфекцией соответствующие мероприятия состоятся. Мы приветствовали хороший рост товарооборота в прошлом году на 26%, а в этом коронавирусном году уникальный результат сократился всего лишь на 0,7%. У нас мало с кем из наших торговых партнеров есть такие цифры и мы считаем это весьма и весьма важным. Договорились, что наши внешнеполитические ведомства будут всячески способствовать созданию необходимых условий для дальнейшего углубления торгово-экономических связей и договорились, что будем укреплять договорно-правовую базу наших отношений. В частности, как об этом мы сегодня условились, ускорим подготовку документов в сфере массовых коммуникаций, биологической безопасности, международной информационной безопасности. Мы придаем большое значение изучению русского языка в Армении и ценим, что наши друзья понимают значение этого направления нашего сотрудничества в республике около 60 государственных школ, осуществляет углубленное обучение русскому языку, действует шесть филиалов российских вузов, а также российско-армянский университет. Ну а всего в российских вузах, включая российскую территорию, обучается свыше пяти тысяч граждан на Армении, из них более двух тысяч за счет федерального бюджета Российской Федерации. Мы продолжим выполнять соответствующие программы, выделять соответствующие квоты, готовы их увеличивать. Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу, подчеркнули важность наращивания усилий по линии общих интеграционных объединений в интересах укрепления единого санитарного эпидемиологического пространства, о чем совсем недавно в рамках видеоконференции говорили лидеры наших государств, в двустороннем формате России продолжат поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медицинскую технику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины. Ну и мы высоко оценили наше взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности, Содружества независимых государств. Условились продолжать тесную координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества и других многосторонних форумов. Рассмотрели ход реализации плана консультации между нашими министерствами на текущие 2021 годы, договорились внести в него соответствующие коррективы, связанные с переносом ряда мероприятий из-за пандемии коронавируса. В целом, я считаю, у нас был очень полезный, полноценный первый контакт с новым министром национального дела Армении. Ара Генрич любезно пригласил меня посетить Илеван в очередной раз. Я с удовольствием приеду, по срокам договоримся дополнительно. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, дамы и господа, добрый день. В первую очередь, хотел бы поблагодарить российскую сторону в лице министра иностранного дела Сергея Лаврова за теплый прием и конструктивный содержательный диалог. Считаю знаковым, что первый визит в качестве министра иностранного дела Армении в США именно в Москву, это недвусмысленно говорит об исключительном характере отношений между Арменией и Россией, и я уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс для дальнейшего укрепления и развития наших советнических отношений. У нас с Сергеем Викторовичем уже была возможность встретиться в Илеване, мы также поддерживаем постоянные контакты по различным вопросам, и сегодняшний визит является логическим продолжением уже традиционных отношений как наших стран, так и внешнеполитических ведомств. Мы сегодня подробно затронули широкий спектр международной и региональной тематики, в первую очередь, конечно же, тематику меры и безопасности в регионе. Естественно, основной акцент пришелся на обсуждение вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся в нашем регионе за последние месяцы и в свете принятого 9 ноября сего года совместного заявления. Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха и продлившейся более шести недель. 9 ноября по личному последничеству президента Владимира Путина стало возможным согласование и принятие совместного трехстороннего заявления, определяющего установление режима прекращения огня на местах и развертывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Присутствие российских миротворцев создает условия для восстановления спокойствия и стабильности в регионе и служит гарантией недопущения провокаций со стороны Азербайджана, его регионального спонсора Турции и завербованных ими иностранных боевиков-террористов. Прекращение боевых действий открывает возможность для возобновления обсуждения в рамках соприседательства Минской группы ОБСЕ по восстановлению мирного процесса. Мы обсудили также и большой блок вопросов, обусловленный крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате целенаправленных и методичных обследов вооруженными силами Азербайджана, мирных населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов. В этом контексте считаем важно привлечение специализированных международных структур для решения гуманитарных задач на местах. В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является, как уже отметил Сергей Викторович, безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу «всех на всех» и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс. В то же время с азербайджанской стороны не прекращаются случаи бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и удерживаемыми в качестве заложников мирными жителями. Наши военнопленные мирные жители, не успевшие покинуть свои дома, подвергаются жестоким пыткам и обезглавливаются заживо, ровно тем же образом, как на Ближнем Востоке ИГИЛ поступал с заложниками. Возмутительное проявление вандализма и святотатства по отношению также к армянским памятникам и религиозным объектам, церквям и храмам в Арцахе. В ходе этой агрессии и последовавший за ней период мы и международное сообщество стали свидетелями новой волны проявлений антиармянской политики, десятилетиями наслаждаемой в азербайджанском обществе военно-политическим руководством Баку. По сути, Турция, как основной зачинщик и вдохновитель азербайджанской агрессии против народа Карабаха, и сегодня продолжает вести пагону для региона политику. Это вынуждает международное сообщество задействовать все возможные рычаги, чтобы принудить Турцию к воздержанию от любых действий, которые могут еще более обострить напряженность. Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зон Нагорно-Карабахского конфликта Южного Кавказа в целом. Пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков, террористов из зоны. Напротив, есть достоверная информация о планах Азербайджана, расширить географию распространения боевиков, террористов и наемников и переселить их в оккупированные районы Арцаха. В ходе сегодняшних перегору вором, но еще раз был обозначен императив необходимости восстановления всех прав 150-тысячного населения Арцаха и их реализации на исторической родине. В контексте усилий по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта хочу предельно четко подчеркнуть, что в основе Нагорно-Карабахского конфликта лежит вопрос самоопределения Народа-Арцаха. Армения выступала и продолжает выступать с позиции признания права Народа-Арцаха на самоопределение и безопасность. Долгосрочное и прочное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой сопредитательства Минской группы ОБСЕ, являющимся единственным механизмом с международным мандатом на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. В заключение хочу отметить, что сложившаяся ситуация динамика региональных развитий еще раз подтверждает важность более тесного взаимодействия внешнеполитических ведомств наших стран, координации их на международной арене. Еще раз выражаю свою признательность за теплый прием. Сергей Викторович, ждем вас в Ереване. Переходим к вопросу, пожалуйста, общественное телевидение Армении. Здравствуйте, вопрос к вам, Сергей Викторович. В свете трехстороннего заявления от 9 ноября и совместного заявления сопредседателя от 3 декабря, могли бы вы обозначить основные задачи и направления дальнейшей работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ? И второй вопрос, если позвольте. В контексте обеспечения условий для скорейшего возвращения к нормальной жизни, как вы оцениваете уровень взаимодействия российского гуманитарного центра с местными властями Нагорного Карабаха? Спасибо. Если говорить о Минской группе ОБСЕ, о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, каковыми являются Россия и США и Франция. Изначально были Россия и США, Франция присоединилась позднее по просьбе Парижа, и мы на это пошли. И сопредседатели проделали за последние многие годы очень большую работу, в том числе разработали, согласовали в целом, хотя и не до последних деталей, со сторонами базовые принципы урегулирования. Эти базовые принципы урегулирования и легли в основу той договоренности, которая зафиксирована в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Имею в виду передачи Азербайджану пяти и двух районов, имею также в виду развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Карабахом и Арменией и разглокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Все это закреплено в заявлении, все это начинает осуществляться максимально эффективно. Миротворцы вместе с гуманитарным центром, о котором вы упомянули, активно сотрудничают с местным населением. Причем это процесс, это содействие, которое оказывается возвращающимся людям, предоставляется с первых же минут, когда там появились миротворцы и наши спасатели, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. И этот процесс сейчас уже обретает такой устойчивый характер. Люди начинают больше получать уверенности в том, что происходит, и мы будем эти настроения всячески укреплять. Это будет способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур. Отмечу также, что среди продолжающихся процессов, которые должны конкретизировать достигнутую договоренность, есть такая тема, как конкретизация правовых аспектов зоны ответственности российских миротворцев. Та зона, которую они занимают в соответствии с договоренностью от 9 ноября, и в которой они выполняют свои функции по обеспечению безопасности, созданию условий для возвращения беженцев, содействию в решении гуманитарных вопросов, и, конечно же, созданию условий для того, чтобы там была обеспечена нормальная жизнедеятельность. Так что, видите, процесс идет в том направлении, о котором договаривались вместе со сторонами сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Мы исходим из того, что сейчас самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку заявлению трех лидеров от 9 ноября. И на состоявшемся на прошлой неделе в виртуальном заседании Совета Министерства иностранных дел ОБСЕ три сопредседателя на уровне глав внешнеполитических ведомств приветствовали заявление от 9 ноября и высказались в поддержку его реализации. Так что, думаю, здесь, наверное, это самое главное. Но выделю из тех задач, которые предстоит решать и в которых сопредседатели могли бы активно использовать свой вес и свой авторитет – это подключение международных организаций. Очень важно определить правильные параметры подключения международных организаций к этому процессу. Как я уже сказал, Международный комитет Красного Креста там давно работает, а вот организации системы ООН, хотя они и присутствуют в Армении и в Азербайджане, но в Карабахе их не было. И сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает, к сожалению, какое-то время, но бюрократия есть бюрократия, готовит оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН. ООН рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить. Мы бы хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической предметной помощи на всех тех направлениях, которые сейчас являются наиболее актуальными, наиболее острыми для тех, кто живет в Карабахе. Восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов. Ну и особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. На эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО. ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию. Я бы вот в качестве страны сопредседателя был бы заинтересован в том, чтобы мы вместе с французскими и американскими коллегами активнее стимулировали международные организации для того, чтобы они обеспечивали прогресс на этих направлениях. И сохранение защиты культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция, как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО, может здесь сыграть особую роль. И думаю, что американская сторона тоже может здесь активно поспособствовать. Добрый день, Рамина Зейналова, корреспондент ТАСС. У меня вопрос обоим министрам. Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября стали очевидны лишь временным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта. Планируется ли в ближайшее время более содержательные дискуссии по этому вопросу на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, или даже высшем уровне, и когда такие встречи могут состояться? Спасибо. Я бы сказал, что трехстороннее заявление от 9 ноября – это невременно. Краеугольное заявление в смысле прекращения огня и кровопролития. Есть определенные параметры в смысле возвращения беженцев и другие вопросы, которые очерчивают основные параметры решения Карабахского конфликта. Естественно, основные приоритетные вопросы остаются для всеоблемующих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется. И я разделяю Сергеем Викторовичем мнение, что есть такой осторожный оптимизм в этом смысле. И я думаю, мы должны со всех сторон делать все возможное, чтобы не было бы повторения той трагедии, которая произошла в течение последних двух месяцев. Естественно, мы отмечаем также важность принятия сопредседателями Минской группы ОБСЕ на совете министров иностранных дел. ОБСЕ на прошлой неделе совместного заявления, что свидетельствуют о международной поддержке этого формата для дальнейшего и окончательного решения вопроса Нагорного Карабаха. И мы ожидаем в ближайшее время визит сопредседателей в регион и начала консультаций между сопредседателями и министрами иностранных дел, вследствие чего уже, я думаю, в дальнейшем можно подготовить почву для начала нового переговорного процесса. Наверное, столько. Спасибо. Я уже говорил в своем вступительном слове, что частью устойчивого долгосрочного регулирования является налаживание нормальной жизни в этом регионе, жизни, которая отвечала бы интересам всех национальных групп, этнических групп, конфессиональных групп. И, конечно же, это подразумевает сосуществование и добрососедство армян и азербайджанцев. И других народов, которые живут в этом регионе, мы за это активно выступаем и будем приветствовать любые шаги, которые в этом направлении стороны будут готовы предпринять. Будем их к этому поощрять. Когда это может произойти, вы упомянули перспективу прямых контактов между Баку и Ереваном, в том числе на высшем уровне, решать, конечно же, нашим азербайджанским и армянским коллегам. — Пожалуйста, Россия-24. — Наталья Гончарова, Россия-24. У меня вопросы к обоим министрам. Первый — Сергей Викторович. Скажите, вот 3 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель употребил в своем блоге термин «астенизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он заявил, что такой сценарий был в Сирии, был на Кавказе, был в Ливии. Скажите, согласны ли вы с такой трактовкой европейской и вообще в целом с этим термином? И если позволите, сразу второй вопрос озвучим вашему коллеге. — Ара Генривич, скажите, пожалуйста, глава турецкого МИДа Мевлюдчеву Шаглу на заседании Совета глав МИДа БСЕ заявил, что договоренности, достигнутые по Нагорному Карабаху, могут способствовать улучшению отношений между Ереваном и Анкарой. И вот он заявил, что это соглашение — реальная возможность прийти к миру после трех десятилетий. Как бы вы могли прокомментировать это заявление? Спасибо. — Ну, я начну. Я не читал блога Жозепа Борреля с термином «астанизация». Надеюсь, он именно это имел в виду, а не созвучные какие-то другие выражения. — Астанизация в данном случае, я здесь не усматриваю какого-то негативного подтекста. По крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел. Потому что, по большому счету, астанинский процесс, астанинский формат, он сложился в контексте сирийского кризиса. И пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. — Год наши коллеги из ООН находились, вернее так, без астанизации, они были в прострации. Это я вот случайно сейчас вот стихи стихами заговорил. Целый год ничего не делалось. Ссылались на различные проблемы, связанные то с одним аспектом, то с другим аспектом. То правительство было готово, а оппозиция не была готова. То оппозиция была представлена исключительно иммигрантами, не от них зависит положение на поле боя и многое другое. И тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившийся к ним Иран, как страны, которые непосредственно заинтересованы и как соседи, и Россия, как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что устроили в Ливии, а до этого в Ираке, мы просто решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров. Так появилась инициатива проведения Конгресса сирийского национального диалога, и так, в общем-то, мы смогли расшевелить Организацию Объединенных Наций, которая именно после Астанинской инициативы, во-первых, согласилась участвовать в Астанинском процессе, где за столом переговоров представлены правительство и вооруженная оппозиция, наряду с Россией, Турцией и Ираном, как организаторами, как гарантами астанинского процесса. Там присутствуют и наблюдатели от арабских стран, в частности от Иордании, а затем и от Ирака, и от Ливана, и представители ООН. Так что, я считаю, мы должны без ложной скромности признать, что именно начинание астанинского процесса, его конкретные договоренности и сейчас определяют магистральные направления сирийского регулирования, которым следует Организация Объединенных Наций при поддержке всего мирового сообщества. Что касается проецирования этого формата на другие регионы, ну, это, наверное, дело политологов, но что касается Южного Кавказа, то, в принципе, Россия и Турция и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона, и, конечно, нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и заявлений от 9 ноября, которые были согласованы по инициативе президента Путина вместе с его коллегами из Армении и Азербайджана, и той большой, серьезной помощью, которую мы оказываем сейчас в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта. И миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах. Ну, а что касается в целом вот такого настроения, которое Жозеп Боррель изложил в своем блоге, все-таки, как я понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. И напомню, что если брать Балканы, например, какое-то время назад предшественница господина Борреля, госпожа Магерини, заявила, когда Евросоюз приходит на Балканы или в какой-либо другой регион, остальным там делать нечего. А потом, когда мы задали недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли, но все поняли прекрасно. И если астанизация вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, ну, наверное, Евросоюзу тогда придется пережить эти годы, эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. И я очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и односторонних преимуществ. Я не собираюсь комментировать слова министра иностранных дел Турции. Я собираюсь напомнить действия Турции за весь период с момента независимости, обретения независимости Армении в 1991 году. И начну с трагедии 100-летней давности геноцида армян. И хочу напомнить, что огромное большинство армян в республике Армения и в диаспоре мы являемся потомками, прямыми потомками людей, которые пережили первый геноцид 20 века. У нас есть историческая память. С первых дней независимости Армении, республика Армения и ее власти выразили искреннее желание установить добрососельские отношения с нашим соседем Турцией без предусловий. В ответ мы с 1993 года стали свидетелями блокады, которая длится по сегодняшний день. Отказ от установления типоотношений и резко агрессивный подход к Армении за весь этот 30-летний период. В 2008-2009 годах, если вы помните, начался процесс так называемой футбольной дипломатии, которая инициировала армянская сторона для нормализации наших отношений с Турецкой республикой, и которая заключалась в подписании в Цюрхе протоколов, которые в итоге остались на бумаге, и Турция в очередной раз отказалась выполнять за это и на себя обязательства, используя различные политические подтексты. Совсем недавно, в начале этого года, 24 апреля, когда Армения и армяне всего мира чтят память невоенных жертв Первого генназида Османской империи, президент Турции выступил с провокационным заявлением, в котором, в принципе, он оправдал уничтожение армян в Османской империи, что действительно еще раз подтверждает неготовность Анкары к нормализации отношений. Не говоря уже о последнем периоде, с начала июля, когда было обострение на северной границе между Арменией и Азербайджаном, и Турция начала неприкрыто угрожать Республике Армения, условиям президента, министра Насадзелса, министра обороны, то начало 27 сентября текущего года агрессии против Арцаха. И я уже отметил в своем выступлении, я думаю, что Турция играла ключевую роль в разжигании войны против Арцаха, угрожала непосредственно Республике Армения и сыграла крайне негативную роль на протяжении всего этого периода, импортировала боевиков, террористов и оказывала непосредственно участие, и в частности даже взяла командование военными операциями в свои руки, подрывала трижды договоры об установлении перемирия. Если вы помните, 9 октября здесь после долгих часов обсуждения был достигнут первый такой документ, в дальнейшем и второй, и третий в Соединенных Штатах, и каждый раз эти согласованности были подвернуты, были нейтрализованы буквально именно отрицательной ролью Анкары. Так что я думаю, видение о новом Южном Кавказе, конечно, мы все разделяем, мы желаем жить в мире, в стабильности и в добрососедствии со всеми нашими государствами близлежащими, но для того, чтобы этого достичь и учитывать всего лишь ту малую часть, что я перечислил, я думаю, в первую очередь Анкаре нужно завоевать доверие, которое было потеряно за все это время, и мы посмотрим, какие меры для восстановления доверия будет проявлять Анкара, не только по отношению к Армению, но, я думаю, и со стороны международного сообщества. И только после этого мы будем оценивать, насколько искренние его слова о новой эре для Южного Кавказа. Спасибо. Спасибо, коллеги, всего доброго. Спасибо.